Субтитры подогнал «Симон» 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 Казахскому. Мама Александра Михайловна не только хорошо пела, но также играла на гитаре. Когда Татьяна пошла в школу, ее зачислили в творческий кружок. Школа, конечно, была русская, и песни на казахском поручали исполнять ей. Вот так семилетняя девочка стала регулярно выступать на сцене и участвовать в конкурсах. Пока на региональном уровне. Часто на выступлениях Татьяна слышала, как играет на думбре, и ей очень нравилось. Однажды перед концертом, поев мороженого, она застудила горло. Отрепетированный компанемент был в определенной тональности, которой она не смогла бы взять некоторые ноты. Сильно расстроилась из-за этого. Но тут ей пришла мысль. Ведь я могу сама играть на думбре. Тогда буду сама себя аккомпанимировать и выбирать тональность, которую смогу петь. Нужно только научиться. Сказано, сделано. Отец Николай Кириллович подарил ей первую в ее жизни думбру. В их селе жила другая девочка, которая училась в музыкальной школе. Татьяна попросила ее помочь выучить на думбре Кириллович. Кириллович кельничает. Постоянно упражняясь, она научилась играть на думбре. С того времени Татьяна Николаевна никогда не расстается с думброй. А сейчас мы расскажем об интересных фактах на творческом и жизненном пути Татьяны Бурмистровой. В феврале 1976 года на телевизионной передаче «Алтабахан» ее творчество впервые было представлено широкому кругу зрителей. Вначале люди с удивлением и недоверием восприняли русскую девушку с думброй на казахской передаче. Но ровно до того момента, когда она запела. Публика сразу же всем сердцем приняла и полюбила эту талантливую артистку. Имя Татьяны Николаевны и ее песни зазвучали по всему Казахстану. В то время были популярны три Татьяны – Бурмистрова, Полтавская и Мартыненко. Все три были исполнительницами казахских песен. Дважды они выступали в качестве трио. Впервые они встретились с телепродвами «Тамаша». Точную информацию о дате не смогли найти. Во второй раз – 5 июня 2013 года. Но это уже другая история. Поэтому вернемся к героине нашего рассказа. Татьяна Николаевна не любит говорить о личной жизни. Поэтому и мы не станем. По настоянию своей мамы, которая видела ее будущим хирургом, Татьяна Николаевна поступила в медицинский институт в городе Алмута. В хирургию она не пошла, потому что боялась вида крови. Успешно закончила обучение и стала работать врачом-психиатром. Ее творческая натура не позволяла ей получать полное удовлетворение от работы врача. Она совмещала работу с концертами, которые давала по всей стране. Однажды после концерта к ней подошел пожилой мужчина. Поблагодарила за полученное удовольствие от ее пения. Он дал ей напутствие продолжать лечить души людей своим творчеством. Врачей много, а таких как ты, нет. Хочется отметить, что в студенческие годы Татьяна Николаевна часто принимала участие в айтысах. В итоге в 1990 году Татьяна Николаевна окончательно оставила медицину. Она все свои силы отдавала творчеству. Психиатром она лечила души людей медицинскими препаратами. Теперь она продолжила это делать с помощью песни. Татьяне Николаевне не нужны реклама, музыкальное, танцевальное сопровождение и так далее. Все, что надо, у нее есть. Это ее талант и добра. Ей нужны только сцена и зритель. Она просто выходит на сцену и начинает пить. И происходит магия. Души людей очищаются и наполняются добром и любовью. Вот каково воздействие этой уникальной женщины. Она не поет под фонограмму, только живое исполнение. По ходу общения со зрителем может поменять программу концерта. Сама не ищет выступлений. Если нужна ее зовут, то приходит и поет. Считает, что если свыше дан талант, то ее предназначение это поделиться с людьми. В общем, это очень искренняя, независимая и цельная личность. Однажды ее пригласили на прием, к празднику 8 марта, в резиденцию президента. Пойдя против этикета и протокола, она настояла, что будет в национальном казахском костюме, а не в светском. Татьяна Николаевна очень рада, когда на ее концерты приходят не казахские слушатели. После концерта ее часто благодарят иностранцы. Говорят, что с ее помощью близко познакомились с казахской культурой. Также приходят русскоговорящие зрители. Они делятся тем, что сидящие рядом казахи помогали с переводом смысла на русский. В своем творчестве Татьяна Николаевна настойчиво проводит мысль о важности роли женщины в обществе. Уважение к женщине рождается из ее самоуважения. Если женщины ведут себя достойно и воспитывают достоинство в своих детях, а дети — это будущее страны, то общество всегда будет высокодуховным, самодостаточным и сплоченным. Татьяна Николаевна искренне желает, чтобы дети впитали в себя ее песни. Говоря не только о своих детях. Когда у молодежи после концерта загорается огонь в глазах, значит все не зря. Она постоянно ищет и находит старые и забытые песни, от всей души стараясь вернуть их в народ. Чтобы люди снова любили эти песни, стали их петь и передали дальше это наследие. Больше всего ей нравится тюрьме. Говоря не только о своих детях, но и о своих детях, но и о своих детях, но и о своих детях. В городе Алматы был открыт культурный центр «Отто-Онер», которым она руководит. Ведь очень много талантов, которым есть что сказать, но нет возможности. Вот именно таких она умирает под свою крыло. Друзья, искренне надеемся, что у нас получилось хотя бы минимально раскрыть образ этой удивительной личности. Она – это лун женщины, ведущей себя достойно. У казахов при обращении к уважаемой женщине добавляют слово «Ханым». Это означает высшую степень уважения. А в Исламе самое лучшее пожелание человеку – это сказать «Да будет доволен тобой Аллах». Вот мы и скажем «Татьяна Ханым, да будет доволен вами Аллах». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...